По опросам, в России спортом занимаются с той или иной периодичностью 60% людей. Причем 38% из них занимаются спортом как минимум несколько раз в неделю. И это если задуматься очень много людей. То есть большинство из нас в принципе занимаются спортом, а почти 40% занимаются несколько раз в неделю. А для чего люди занимаются спортом? Причины, конечно же, у всех разные, но одна из главных причин это чтобы быть здоровым и чувствовать себя хорошо. Но все дело в том, что не все виды спорта одинаково полезны. Какие-то из них очень и очень здорово нас оздоравливают, а какие-то могут нанести иногда даже больше вреда, чем пользы. Так какая физическая активность для нас самая полезная? Вот с точки зрения науки. В данном видео мы этот вопрос и разберем. Так что досматривайте ролик до конца, будет очень интересно и полезно. Итак, погнали. Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на мой канал и на колокольчик тоже нажмите. Не пропускайте моих новинок. Итак, группа австралийских ученых провела очень внушительное исследование. В нем приняло участие аж 80 тысяч человек. То есть выборка более чем солидная. Исследование также было и многолетним. Оно проводилось с 1994 по 2008 год. Испытуемые – это были люди от 30 лет и старше. И на протяжении всех этих лет испытуемые выполняли те или иные упражнения, то есть занимались тем или иным спортом. А когда пришло время подвести итоги, появились очень занимательные результаты. Изначальная цель исследования была проверить, как спорт влияет на общую продолжительность жизни, а также как он влияет на возникновение тех или иных заболеваний. В частности, их, конечно же, интересовали такие популярные и опасные в наше время вещи, как инфаркт и инсульты. Так вот, дальше я делаю оговорку. Я высказываю не свое мнение, а сейчас я буду рассказывать именно о тех результатах, которые получились в данном исследовании. Поскольку выборка все-таки 80 тысяч человек, и работали над этим большое количество людей, и анализировали данные действительно специалисты, то стоит, наверное, обратить внимание, каким выводом они пришли. Так вот, например, такие виды деятельности, как футбол, бег и тяжелая атлетика, по результатам исследования, не повлияли на продолжительность жизни. В то время как, например, бадминтон, теннис и прочие виды спорта с ракеткой в данном исследовании оказались самыми полезными, поскольку в этой группе людей, которые ими занимались, преждевременная смертность снизилась примерно на 47%. А если брать отдельно инфаркт и инсульты, то на 56%. Различные занятия аэробикой, а также плавание и акваэробика снижали смертность на 28%, а конкретно сердечно-сосудистые заболевания на 36-41%. В общем, результаты довольно интересные. В целом, они пришли к выводам, что любой спорт с ракеткой, будь то теннис, бадминтон, британский сквош, приносит наибольшую пользу нашему здоровью. Любая аэробная и кардионагрузка также признана полезной, хотя и на втором месте после видов спорта с ракеткой. Также к полезным видам спорта был отнесен и велоспорт. Так, те, кто любил покрутить педали, в среднем продлевали свою жизнь на 15%. В целом, действительно, несколько непонятные результаты, которые были получены у тех, кто занимался бегом, футболом и тяжелой атлетикой. У них, я напомню, исследователи не выявили значительных изменений в продолжительности жизни и в чистоте возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Лично для меня эти результаты выглядят странными, хотя кто я такой, чтобы спорить с выборкой на 80 тысяч человек? Есть и другие исследования, которые проводились, например, с профессиональными футболистами. Там выборка была солидная, почти что 30 тысяч человек. Так вот, там было убедительно доказано, что у профессиональных футболистов вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20%, а вероятность развития рака легких на 50%. Хотя, может быть, весь вопрос выборки, которая была в этих 80 тысячах. Может быть, к тем, кто играет в футбол, относили даже тех, кто гонял мяч в юности и сейчас раз в месяц иногда с друзьями выходит его погонять. Потому что играл раньше в детстве, а сейчас раз в месяц с друзьями – это не систематическое занятие спортом. И при таком режиме, наверное, действительно, ну, на какое-то продление жизни рассчитывать не приходится. Также можно выдвинуть версию и насчет тех, кто занимался силовыми видами спорта. Почему в этом исследовании у них не увеличилась продолжительность жизни? Можно предположить, что излишний набор мышечной массы мог повлечь за собой побочные эффекты в виде, например, роста артериального давления. Что, в принципе, логично. Если человек занимается исключительно набором массы и не следит за артериальным давлением и не делает кардиотренировку, то да, он может стать гипертоником, а это напрямую, конечно же, влияет на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. То есть гипертония тянет за собой большой букет и других недугов. Но было и еще одно интересное исследование, где ученые озадачились таким вопросом «А какая кардионагрузка является самой полезной?» Так вот, по результатам тех исследований, самой полезной кардионагрузкой было признано плавание. И объясняется это тем, что когда мы плаваем, мы находимся в горизонтальном состоянии. А это положение очень выгодно и удобно для нашей сердечно-сосудистой системы. Сердцу очень хорошо и комфортно в таком положении прокачивать кровь. Именно поэтому во время плавания сердце оздоравливается очень и очень здорово. Также плавание это, конечно же, и система дыхания, которая увеличивает жизненный объем легких. Более того, при правильной технике во время плавания у нас не создается излишней нагрузки на связки и суставы. Но, конечно же, у плавания есть минусы. Нужно иметь рядом с домом бассейн. И стоить это будет чуть-чуть подороже, чем просто выбежать, побегать вокруг двора. И, кстати, супротив плаванию, где мы находимся в горизонтальном положении, что полезно для сердца, есть и такой вид физической активности, как прыжки через скакалку. Так вот, прыжки через скакалку на одном месте, подпрыгивая двумя ногами, как раз-таки с точки зрения здоровья сердца и не рекомендуется. Потому что, когда мы прыгаем через скакалку двумя ногами одновременно, мы буквально вот так вот подпрыгиваем на месте довольно энергично, верх-низ, верх-низ. И исследования показали, что это вредная нагрузка для нашего сердца. Поэтому, если уж любите прыгать через скакалку, то рекомендуется это делать не на месте. То есть, не двумя ногами подпрыгиваем, а ходим вперед-назад, как бы ногами поочередно перешагивая. Ну, то есть, такая имитация бега. Было еще и другое исследование, где задались другим вопросом, а насколько полезны именно силовые нагрузки? И какое должно быть соотношение вот этих вот умеренных аэробных кардионагрузок и все-таки силовых, то есть с весами? И тогда пришли к выводу, что самое здоровое, это если у вас нету прямых противопоказаний, комбинировать и то, и другое в нашей жизни. А особенно это рекомендуется людям после 50 лет. Да-да, добавлять силовые нагрузки. Но обязан сделать оговорку. Разумеется, под присмотром специалиста. Потому что травмироваться, ну, просто ничего не стоит. Если человек никогда за свои 50 лет не занимался силовыми тренировками, и тут он этим займется без хорошей теории и без присмотра специалиста, то травмы, конечно же, гарантированы. Но если прямых противопоказаний нету, то аккуратные и адекватные занятия силовыми упражнениями являются лучшей профилактикой остеопороза, то есть вымывание кальция из наших костей. А это настоящий бич для людей преклонного возраста. И напоследок еще одно исследование, которое ответило на вопрос, как все-таки необходимо вот построить свой образ жизни, чтобы максимально быть здоровым. Так вот, там ученые пришли к выводу, что необходимо примерно каждые 8 часов устраивать себе какую-либо сессию умеренной физической нагрузки. Самое простое и очевидное из умеренных физических нагрузок – это ходьба. Просто банальные прогулки. Если мы будем их устраивать себе примерно 3 раза в день, конечно же, в идеале каждые 8 часов, ну это невозможно просто вот логистически, но 2-3 раза в день хорошенько прогуливаться по 30-60 минут и делать это в течение всей своей жизни, то у нас есть очень хорошие шансы дожить до 100 лет. И это не фигура речи, а это реальность. Кстати, друзья, а напишите в комментариях, а вы каким из этих видов спорта занимаетесь? И что вы считаете самым полезным? Поделитесь, будет интересно. А сейчас я вам крайне рекомендую посмотреть мое другое видео, где я рассказываю о том, чем отличается организм, а также сердце профессиональных спортсменов и обычных людей. А там изменения происходят весьма драматические и очень-очень занимательные. И этот ролик очень здорово дополнит то, о чем я говорил в этом видео. Ссылочка у вас только что появилась на экране, а если не появилась, то она также есть в описании и в верхнем комментарии я тоже ее закрепил. Непременно посмотрите. А если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами на том самом видео. До встречи.